И карманные собачки, и ездовые псы. Впервые в Югре состоялись необычные старты соревнований людей и их четвероногих питомцев. Экстремальный забег собрал десятки команд из разных уголков округа. Перед ними поставили задачу преодолеть лес, болото и пройти полосу препятствий. Кому из участников дистанция показалась сложнее, расскажет Лиана Киямова. Поп-поп! Это первые в истории округа соревнования, где нет ограничений по породе, возрасту или родословной собаки. Здесь бойцовские псы, ездовые и шпицы. Одни участвуют в собачьих выставках постоянно, другие никогда этого не делали. Бакс один из тех, кому не доводилось раньше соревноваться. Пинчер слишком мал ростом. Юлия Горбачева решила не упускать возможности и принять участие в экстремальном забеге. Я сомневаюсь, наверное, немного в своих силах. Дойду ли я эти полтора километра, а он нет. То есть, в принципе, разрешили на руках, но он может бежать, он любит воду. То есть, в принципе, он у нас адекватный, никого не боится. Я думаю, мы будем одни из первых. Маленькая собака – это не приговор. Они, наоборот, более умные, коллективные. Самые такие, как говорится, компанейские животные. Хаски вон побегут за белкой, и всё. А мы придём к финишу. У Чака хозяина нет. Его привела волонтёр Лилия Рябова. Беспородный пёс подопечный общественной организации «Сургута». К забегу тандем готовился усиленно. Бегаем в специально организованном месте. Ну, там лесополоса такая. В принципе, примерно как здесь. Можно в лес зайти, можно по тропе пробежать, можно в пруду искупаться. Поэтому мы с ним готовы к любым испытаниям. Цель экстремального забега – это формирование грамотного отношения с питомцами. Ведь конкурс – это не только борьба за победу, но и дополнительный досуг с собаками. Не хватило длины дистанции. Хотелось бы ещё больше. А так всё классно. Каждая коряга, каждая ветка была препятствием. Собака иногда путалась, приходилось контролировать. Иногда тянула, помогала. Иногда где-то я ей помогал тоже вернуть в препятствие, проплыть где-то. Было классно. Вообще впервые, так что в соревнованиях, так в лес, естественно, постоянно ездим с собакой, рыбалкой там сидим, дела. А вот что в соревнованиях, впервые понравилось всё, от организации до финиша. Естественно, рвы с водой. Было, конечно, неописуемо холодно. А так, ну, тоннели, бегали по болоту. По болоту бежать тоже понравилось. Экстремальный забег «Рвём когти» собрал четыре десятка участников со всего округа. Теперь соревнования в регионе планируют сделать традиционными. Организаторы уже планируют увеличить трассу и количество препятствий. Лиана Киямова, Рашид Латыпов, Вестию Горья, Сургут.